здравствуйте друзья движемся мы по хайвею и вот думаю я над вопросом значит говорят вот если бы вернулись вы на 20 лет назад михаил и там 25 когда выезжали и вот в какую бы страну вот уже сегодня понимая то что мы сегодня понимаем в какую бы страну мы поехали может быть это было бы не сша а еще какая-нибудь страна и ну я скажу может быть света добавить да света добавишь если что я хочу сказать что понимаете вот это сослагательное наклонение но как бы сложно потому что вот если бы я там был но я ведь уже прожил какую-то жизнь я уже прожил какие-то 25 лет и если бы я эти 25 лет мучился страдал понимал бы что совершил какой-то неправильный шаг жизни думал а какой надо было бы совершить и так далее я может быть лучше мог бы ответить на этот вопрос но в том смысле в каком я не страдал каждый день радовался жизни и каждый день говорил господи какое счастье что мы оказались вот тут правда цвета это правда вот и я не могу сказать что какой-то вариант был бы лучше я я не вижу этого я могу сказать что вот те 25 лет что мы здесь живем если мы смотрим на людей которые вокруг нас и когда мы где-то собираемся или просто болтаем или ну где-то постоянно присутствует тема она не что-то они говорят 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 но как начнут чем вспоминать там при случае так далее вот и всегда приходит к тому что боже какое счастье что мы тут и это было с первого дня как мы тут несмотря на то что бывало нелегко там совсем даже тяжелые были моменты вот но мы всегда были боже как хорошо что мы эти тяжелые моменты вот мы тут они еще где-то поэтому насчет другой страны я не уверен кроме того я вижу людей которые в разных странах очень довольны тем как они живут понимаете вот допустим у нас есть там друзья например в израиле который очень довольны своей жизни в канаде и они тоже довольны своей жизнью и и в российской федерации и тоже довольны своей жизни не значит что ни у кого нет трудно постралии да вот мы знаем разных людей поэтому не значит что у них нет каких-то неприятностей там во всяких но они довольны своей жизни поэтому вопрос такой а если бы вот назад вернуться вот куда бы вы может быть думаете лучше было бы поехать я думаю что если бы со светлой поехали куда-нибудь еще наверное бы тоже неплохо себя чувствовали там тоже и в канаде в израиле и в австралии там я не знаю ну не знаю мы не знаем даже если бы мы например в этом в этом ключе если бы никуда не уехали может быть мы тоже бы себя чувствовали неплохо если бы дожили если бы не убили там и так далее не знаю я просто говорю про сложность сослагательного наклонения светик да я вот что сказала что мы бывали в разных странах и в частности не просто бывали в разных странах а встречались там с друзьями которых мы знали еще по нашей прошлой жизни и все живут по-разному и все в общем-то очень довольны но всегда когда встречаешься с друзьями ну невольно так примеряешь на себя я бы хотел здесь жить вот так жить вот так жить да ну и у меня не было такой ситуации ни разу чтобы я сказал о я бы хотел променять свою жизнь здесь вот на какую-то жизнь в том же израиле тоже канаде там или где-то все-таки наверно америка покруче будет в нашем случае покруче в смысле уровня жизни и возможностей и всего то есть вот все-таки америка она другая немножко и даже канада казана очень близко канада к нам по возможностям конечно отличается отличается но но опять на проте что получается если человек ищет возможность такую как например быть быть в каком-то социальном государстве где много социальных программ где относительно высокий уровень поддержки населения снизу со стороны общества государства и так далее конечно это была бы канада они соединенные штаты мы мы-то не этого искали чтобы они то что вообще вот что-то искали мы мы скорее ехали никуда а откуда но но в общем то но мы не знали куда мы ездили если приехали в канаду мы точно также ехали в канаду жидко настроение Я не знаю. В общем, была какая-то у меня вот велинная мечта и попасть именно в Америку. Это у нас как раз получаются разные взгляды на один и тот же вопрос. У нас с навигаторами же вообще не работает. Но здесь мы со Светланой сошлись, значит, вот наши взгляды сошлись про Америку. Я думаю, Свет, если бы мы жили в Канаде с тобой все эти годы, то мы бы сейчас сидели бы и рассуждали, что Америка, там люди незащищенные, там медицина дорогая, там лекарства дорогие. Я даже не хочу об этом думать, что бы мы бы думали, себе сидя в Канаде. А вот я знаю точно, что мы встречаемся с друзьями почему-то каким-то боком. Уже казалось бы, что нам обсуждать, но каждый раз всплывает фраза, слава богу, что мы здесь, поэтому в любом разговоре... Нам есть, что вспомнить, Света. Да, и она всплывает обязательно и как-то какому-то контексту, какому-то разговору, и все... Это часто бывает, да. Ни одного человека я не помню, который бы сказал, ой, это что-то я неправильно сделал. И, в общем-то, все люди живут здесь по долгу, и жали не в самое легкое время, и, в общем, все как бы хорошо. Ты знаешь что, я думаю, что, может быть, нам есть чего вспомнить, такого, чего вот, допустим, люди, которые сейчас там живут, например, а у них такого нет. То есть, они могут, например, говорить, вот, было тяжелое время, там, не было денег, понимаешь? А в наше время на деньги никто не жаловался уж так сильно, что денег нету. Нет, ну как же, у нас всю жизнь не было денег. Это правда. Но мы не жаловы, это было нормой. Это было нормальное состояние, что, когда приходит день зарплаты, у тебя есть в кармане один-единственный рубль на обед, и все. И вот вечером должна дать зарплата. А если не дадут, ну, у нас не задерживали зарплату в Советском Союзе, все будет окей. Вот. Но если бы случилось, что не дали бы зарплату в силу каких-то непонятных обстоятельств, то на следующий день уже не на что было бы пообедать. Ну, то есть это реалити нашего времени. Реалити, да. Но подожди, я не об этом. Я говорю о том, что, допустим, рубль на обед может и сегодня у человека в кармане не лежать. Но в то время еще было какое-то от общества такое угнетение шло. То есть людей лишали возможностей каких-то. А просто вот, чтобы не было, понимаешь? Ну, подожди, там, конечно, было отвратительно. Что там говорить? Там было ощущение отвращения ко всему, потому что это все было не настоящее. Я не знаю, как сейчас. Но это все было настолько фальшивое, что вот каждый день просыпался с ощущением этой фальши. И ты вынужден с этой фальшивой жить и к ней приспосабливаться, и вести себя соответственно. Но у меня не было такого вот... Меня не угнетало. Меня это очень сильно угнетало. Более того, мы поскольку работали в идеологическом учреждении, а я молодая была, тоже так иногда ляпнешь по простоте душевной. И меня это сразу сразу... А, ты не это самое. Ты не следуешь. И, в общем, это... Света высказывалась иногда безидейно и неполиткорректно. Это бывало. Да, и, в общем, это было... Вот это отвращение какое-то, наверное, оно сквозило в моих словах. Сквозило, Света. Ой, сквозило. Да, и, наверное, вот у нас была взаимная нелюбовь. Я хочу сказать, что... Вот я пример хочу привести. Вот, например, там были люди, у которых были автомобили. В СССР мало у кого были автомобили. А из тех, у кого были автомобили... Вот у нас, например, был автомобиль, но у нас не было гаража, Света. Правда? Значит, гараж иметь, это было вообще нечто. И вот люди уходили на целый день в этот гараж. Дай-ка я просто сказал про автомобиль. Дай-ка я скажу два слова. Да, давай. Оно в тему гаража. Да, дело в том, что когда уехали мои родители, ну, это уже началась перестройка, уже они уехали, они попросали все и оставили какую-то сумму денег, потому что, естественно, ничего они не могли с собой забрать. Ну, и нам нужно было эти деньги каким-то образом куда-то приспособить, а уже шло, разваливалось все кругом, и нужно было скорее их во что-то глажить, потому что, значит, они превращаются вообще в ничто. И вот, значит, мы купили подержанную машину. Уже Миша там где-то рассказывал про подержанную машину. Да. Но что интересно, у нас никогда в Советском Союзе не было машины. И тут вдруг у нас появляется машина. Автомобиль. Да, и ты из мира людей, которые ходят ногами и ездят на общественном транспорте, попадаешь в категорию людей, которые ездят на машине. Эксклюзив все это. И получается, на самом деле, вот здесь этого нету, потому что здесь все на машинах, и нету вот этого ощущения переключения. Ну вот, наверное, я не знаю, может быть, сейчас у всех машины там, и тоже вы этого не замечаете. Но вот в тот момент, когда ты никогда не водил машину, и вдруг садишься за руль, возникает совершенно фантастическое ощущение причастности к другому миру, который существует сам по себе. Этот мир никаким образом не пересекается с тем миром, где живут люди, которые ходят на своих двух ногах. Вот. Значит, уже водители машин, они как бы присаживаются, они немножко ниже становятся, да, по сравнению с тем человеком, который стоит во весь рост, и они видят друг друга. Вот те, которые стоят во весь рост, они не заглядывают внутрь машины, кто там сидит. А вот те, которые в машинах, у них, значит, какая-нибудь другая плоскость такая, да, они друг друга видят, у них уже свое какое-то общение возникает. Тут они поздоровались, тут они помахали друг друга. Да, другая плоскость, да. Да, другая плоскость. И вот это было для меня совершенно поразительно, как эти два мира существуют. Мы столько лет жили, мы понять не имели, что это совершенно другой мир. Ну, подумаешь, у человека машина, у соседа машина, и что? Оказывается, не что, а он, оказывается, Это было нечто. Он принадлежал к другому слою общества. Это другая совершенно категория. Света, я хочу сказать, существенным достоинством, преимуществом владения автомобилем было то, что вы могли, например, сесть на автомобиль и объехать, ну, скажем, пяток магазинов, вместо того, чтобы ходить в один. И объехав пяток магазинов, вы натыкались на то, что где-то что-то дают. Вот тут дают одно, там дают другое. Это другая сторона, преимущество. Там давали, понимаете? То есть, поскольку время было голодное, и в магазинах вообще ничего не было, то вот обычный продовольственный магазин, он торговал одним наименованием. Например, стояла длинная очередь, подходишь к очереди, говорят, масло дают. Вот в одном магазине давали масло, и вся эта очередь стояла за маслом. Едешь дальше, там другой магазин, вдруг видишь, где-то нет очереди, вообще, значит, ничего не дают. А где-то стоит очередь, говорят, сметану дают. Вот дают сметану, еще нужно выстоять очередь за сметаной. А был магазин у нас кооперативный, в тот момент открылся, там были дорогие цены на колбасу. Высокие цены. Да, по сравнению с Советским Союзом, там было в три раза дороже. И в какой-то момент мы туда пришли, и там стояла дикая очередь. Отпускали сыр-копченую колбасу, там поскольку две палки в руке, и стоял чудовищный хвост. А к чему ты это все? Я говорю, что, ну, ты затронул тему питания? Я про автомобиль имел в виду. Так вот, если мы даже вернемся назад, от плохих времен, когда вдруг все пропало, на излете советской власти, к временам более стабильным и благополучным, вот гараж. Гараж, это было место, куда мужики шли на целый день, и они там и водочки выпьют с соседями, и там гаечку какую-нибудь прикрутят, или там ветощу что-нибудь протрут. Ну, это я утрирую, я не знаю, что люди в гаражах делают, я просто вижу, что они уходят на целый день, и там такое мужское общение. У них такое, да, у них как... Понимаете, не было возможности завести бизнес, не было возможности поехать за границу, не было возможности вообще ничего такого. Поэтому вот такая даже ерунда, как гараж, это была вообще, это совершенно другая категория. Это как церковь купил, понимаешь, отделился от государства. Ну, то есть, одна категория это пешеходы, вторая категория это водители машин, а третья категория еще более привилегирована. Те, у кого есть гаражи, да. Да ты чего? Гараж, дача, да? Это было классовое состояние другое человека. Но дачи как раз не было классового состояния. Подожди, ну, не скажи. Это было не достать. Ну, не, ну, не, сложно было. Я к чему рассказываю? Что мы, которые уехали вот из вот того общества, понимаете, мы гораздо больше ценим некоторые вещи, да, которые трудно оценить тем, кто этого не видел, не испытал, оно как бы не является частью его сознания. И так ему вроде рассказываешь, а он даже как будто из луны какой-то свалился, там он тебя не понимает и так далее. Поэтому мы больше ценим то, что имеем. Поэтому вопрос о том, что бы вы, куда бы вы, в какую страну поехали, зная сейчас, там что-то и так далее. С точки зрения возможностей, которые для человека открываются, больше, чем вы можете получить в США, вы не получите нигде. Это я вам обещаю. Нет ни одной страны мира, которая настолько дает людям возможности. поэтому сюда приезжают люди за возможности. Приезжают из Германии, приезжают из Франции. А что мы в пробке свет едем? Фотинайерзе или что-то? Нет, ну, Фотинайерзе. Супербол. Супербол же завтра и в другую сторону. В общем, сегодня выходной день, вообще это очень необычно. Сегодня выходной день крайне необычно, да. Нам следить за дорогой, что у нас не работает навигатор. Я слежу за дорогой. И что я хочу сказать, что... Так, так, перебивка произошла. На какой теме свет? Ну, что мы... Где бы мы ни оказались. А, с точки зрения возможностей. Так вот, с точки зрения возможностей такой страны, как США, нет. С точки зрения социальной поддержки, чтобы тебя не беспокоили, чтобы тебе там насыпали по лобникам побольше вот там. и так, чтобы бесплатно. Ну, бесплатно, значит, за чужой счет. Вот так, да. Вот, чтобы за чужой счет прокатиться. Наверное, есть другие страны. Но я никогда с этой точки зрения не рассматривал. И мое такое ощущение и понимание жизни, что если по первости тебе, может быть, хочется, чтобы тебе насыпали за чужой счет, так, и как-то тебя не трогали, то потом ты пожил так немножко, и тебе уже хочется больше, чем это. Больше, чем просто халявная похлебка. Хочется еще чего-то, еще чего-то. И дальше выясняется, что нету ходу. Потому что, чтобы содержать остальных, которым надо налить похлебку, значит, с тебя надо все садать, чтобы тебе уже не было смысла никуда рваться. И налоги большие там, и так далее. Поэтому, значит, каждому свое, каждый что-то ищет. Значит, вот мы сегодня на той стороне, что нам нужны возможности, а не социальная защита. Но, тем не менее, люди довольны, те, которые в Германии живут, в Канаде все абсолютно довольны. Но, на самом деле, и то, и другое стоит того, чтобы это ценить. Понимаете, и социальную защиту надо ценить, и возможность двигаться куда-то тоже надо ценить. Это все вещи, которые практически не существуют вот там, откуда мы приехали. Ни возможности развития, ни возможности там, допустим, социально защищенными быть. Понимаете, и то, и другое там отсутствовало. В наше время я, так, насколько я понимаю, и сегодня тоже там с этим не бог весть как. Поэтому, такая вот история. Счастливо, ребят!